Санто и Блудемон против монстров Среди фильмов по жанру были боевики, вестерны, фильмы ужасов, научная фантастика. Санто неизменно приходил на помощь обществу, спасая его от сумасшедших ученых, инопланетных захватчиков, зомби и другой нечисти. Санто был успешен и в рестлинге, как многократный чемпион, так и на киноэкране. В определенный момент Эль Санто действительно стал святым и кумиром миллионов людей. Но вернемся к фильму. В этом фильме противником Санто выступил безумный одержимый ученый, которого после смерти воскресил его верный слуга Карлик, этакая смесь Паспарту из Форда Боярд и Миниме из Остина Пауэрса. Воскреснув, безумный светило науки оживляет целую банду злодеев, таких как мексиканский Франкенштейн, бомж-оборотень, мумия, Дракула и одноглазое нечто в резиновом костюме. Злодеи хватают друга Санто, блю-демона, и создают его зловещий клон. Далее шайка злодеев во главе с профессором пытаются выкрасть девушку Санто и ее отца. Дерутся здесь все и везде, ведь звезда этого фильма – профессиональный рестлер. Негодяи даже умудрились переодеть Дракулу в рестлера и выставить его на бой с Санто. А затем и вся шайка маргиналов вывалилась на ринг, устроив всеобщий хаос. В общем, злодеи не дают покоя Санто на протяжении всего фильма. Даже в ресторане, куда он пришел поужинать со своей девушкой, он подвергается нападению нечисти. Кстати, в сцене с рестораном создатели этого шедевра умудрились засунуть несколько музыкальных номеров, в том числе с мексиканским прообразом Майкла Джексона. К концу фильма герой спасает своего друга, и вместе они разбираются с бандой злодеев, взорвав замок зловещего профессора. Разумеется, фильм достоин самых высоких похвал. Додуматься за час с лишним экранного времени собрать все в кучу, перемешать и выдать на гора очередную серию о рестлере Санто. Это дорогого стоит. Сейчас это уже классика фильмов Б-класса. Кинокартина и ее главный герой Санто получают заслуженное золото.